Новая версия автомата Калашникова АК-12. Его создатели утверждают, у оружия улучшена кучность стрельбы, уменьшена отдача. Появилась планка Пикатини для установки прицелов, фонарей и гранатомета. Испытания самой новинки засекречены, однако ижевские оружейники согласились показать всю технологию на примере этого АК-103. Сможет ли автомат работать после того, как пройдет жару и холод, воду и песок? На первых этапах все просто без экзотики. Проверяют механизм оружия на надежность. Делают 180 выстрелов. Одиночный огонь чередует со стрельбой очередью. Оружейники рассказывают, порой на испытаниях можно увидеть мираж. Мушка автомата расплывается в мареве, который идет от ствола. Сам ствол нагревается, мушка колодки, все нагревается. И вот появляется вот этот мираж. Его удаляем только путем вентиляции, приточной вентиляции и вытяжки. Если сбоев и осечек не произошло, автомат отправляется в камеры нагрева и охлаждения. Перепады температуры с плюс 50 до минус 50. Они не должны отразиться на стрельбе АК. В жару и холод он должен без осечек отстрелять по шесть магазинов. Даже иней не должен быть помехой. Там налить вот этот лед, он может повлиять на работу механизма. И вот путем стрельбы мы проверяем автомат. Далее, надев специальный защитный костюм, стрелок с оружием отправляется в камеру запыления, где ему предстоит провести 40 минут. Специальные устройства создают внутри герметичного помещения песчаную бурю. И в таких условиях оружие должно также безотказно работать, чтобы потом не дать осечку, например, пустыне. В общей сложности на автомат высыпают 10 килограммов кварцевой пыли. А это уже камера дождевания. Здесь автомат попадает под тропический ливень. Из шести форсунок на оружие льют литры воды. В завершении экстремального этапа испытаний проверка на прочность. Автомат бросают на бетонную плиту с высоты полутора метров. И даже после этого он должен стрелять. В общей сложности тесты занимают около двух недель. За это время из оружия производят около 10 тысяч выстрелов. Именно на столько рассчитан АК-103. Хотя на практике автомат может работать безотказно гораздо дольше.